Два человека погибли, еще семь пострадали. Татьяна Бокольчук назвала стрельбу в офисе Вайлдберрис неудавшимся рейдерским захватом и обвинила в этом мужа. В Бешкеке час дня. Меня зовут Камила Валеева. Здравствуйте. Генеральный директор Вайлдберрис Татьяна Бокольчук прокомментировала стрельбу в офисе компании в центре Москвы. Она обвинила во всем своего мужа Владислава, в том числе в попытке рейдерского захвата. На данный момент известно о двоих погибших. Это охранники бизнес-центра. Еще семь человек ранено, среди них двое полицейских. Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел. Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве. Сразу после инцидента появилась информация о том, что Владислава Бокольчука задержали. Однако в его личном телеграм-канале позже опубликовали пост от имени представителей бизнесмена, который утверждает, что на данный момент Бокольчук не является ни задержанным, ни арестованным. Информация о его аресте с ссылкой на адвокатов ложная и не соответствует действительности, написанной в публикации. Стрельба в офисе Вайлдберрис в бизнес-центре Романа в двор неподалеку от Кремля произошла накануне. По словам Татьяны Бокольчук, ее муж Владислав, с которым она находится в бракоразводном процессе, попытался войти в офис группы вооруженных людей. Пресс-служба одного из крупнейших маркетплейсов СНГ утверждает, что первыми стрельбу открыли люди, сопровождавшие Владислава Бокольчука. Он, в свою очередь, настаивает, что сначала выстрели прозвучали внутри здания. По утверждению Бокольчука, его сопровождали сотрудники полиции, так как он, по его словам, готовился к провокации. Бизнесмен настаивает на том, что на него нам готовили покушение. Мы будем настаивать на тщательном расследовании всех обстоятельств этого, на мой взгляд, террористического акта, конечной целью которого было устрашение меня и давление с целью остановить мои законные попытки спасти компанию от рейдерского захвата, в котором, как оказалось, задействованы лица, связанные с террористами, находящимися в федеральном розыске. Я знал, что нашу компанию хотят прибрать к рукам преступные элементы, но не предполагал, насколько далеко они готовы зайти. В Госдуме заявили, что организация нелегальной миграции представляет наибольшую опасность для России. Зам. председателя российского парламента Ирина Яровая сообщила, что разработанные депутатами законопроекта в сфере миграции получили полную поддержку Верховного суда. Теперь Госдума ждет отзыв от правительства. Яровая напомнила, что речь идет об изменениях в уголовном и административном законодательстве. Преступления в сфере миграции, по ее словам, власти намерены относить к оттягчающим обстоятельствам. Яровая добавила, что если законопроекты примут, власти смогут без решения суда блокировать информационные ресурсы, которые распространяют информацию о фиктивных услугах для мигрантов. Как вы помните, тот анализ, который мы провели, в полной мере подтвердил, что наибольшую угрозу опасность сегодня представляет организация нелегальной миграции. Она является ключевым фактором, из которого вытекают многие негативные последствия. Кроме того, Ирина Яровая раскритиковала целый ряд министерств за то, что они не решают проблему миграции. На заседании парламентской комиссии по вопросам миграционной политики она заявила, что Министерство просвещения не выполнило поручение президента по разработке и внедрению в российские школы системы выявления особых образовательных потребностей детей-мигрантов. По ее словам, это касается уровня владения русским языком и дополнительной языковой подготовки, чтобы дети иностранцев могли осваивать российскую образовательную программу. Определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся граждан и граждан Российской Федерации. Это те поручения, которые были даны и которые, судя по ситуации, не решены. Я напомню, в Минпросвещении России рекомендовали ограничить число детей-мигрантов в школах. Там заявили, что обучать таких школьников так же сложно, как детей с ограниченными возможностями. Детали документа опубликовали «Известия». В нем говорится, что большое число таких учеников негативно отражается на образовательном процессе. В министерстве призвали брать в класс не более трех детей, плохо владеющих русским языком. В самих учебных заведениях подтвердили журналистам издания, что уже используют эти рекомендации. ОДКБ создает угрозы безопасности, суверенитету и самому существованию Армении. Такое заявление сделал Никол Пашинян на Всемирном армянском саммите. Премьер-министр страны напомнил, что Армения заморозила свое участие в организации договора о коллективной безопасности. Много дискуссий идет о том, задумывается ли Армения о возвращении в ОДКБ. Мы полностью возобновим свое участие в организации, если только нам дадут конкретные ответы на заданные нами вопросы. За прошедшие два года наши вопросы не были услышаны, и уже очевидно, что их не услышат. Могу сказать, что до тех пор, пока эти вопросы игнорируют, с каждой секунды Армения все больше отдаляется от ОДКБ. Тем временем в Кремле категорически отвергли заявление Пашиняна об угрозе Армении со стороны ОДКБ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Путина, выступая на брифинге, отметил, что Москва будет доводить эту позицию до сведений Еревана. Песков заявил, что от ОДКБ не исходит никакой опасности или угрозы для Армении. По его словам, организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Я хочу вам, как обычно, напомнить, что если вы смотрите нас в Ютьюбе или Фейсбуке, и при этом не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так наши новости увидят еще больше людей. Именно так работают алгоритмы Ютьюба. Прямая трансляция идет также и в Фейсбуке, и на странице «Настоящее время Азия». Бывший сотрудник Академии Новокрыгызстана, который обвинял власти в том, что они заставляют специалистов проводить экспертизы по политическим уголовным делам под диктовку спецслужб, пожаловался на угрозы следователя. Джо Март Карабаев сейчас находится в СИЗО номер один Бишкека. Он передал свое обращение через правозащитницу Азизу Абдирасулову. В нем он подчеркнул, что никогда не говорил о том, что попрощается с жизнью и не собирается что-либо с собой делать. В письме Карабаев рассказал о том, что ему поступили угрозы от следователя Госкомитета на безопасности Азата Султаналиева за то, что он открыто рассказал о незаконных действиях, связанных с делом писателя Олджубая Шакира. По словам Карабаева, следователь вел разговор с ним без адвокатов и призывал его отказаться от защитников. Карабаев попросил президента Садра Джапарова взять его дело под личный контроль. 11-12 сентября 2024 года Азат Султаналиев угрожал мне в здании ГКНБ Кыргызстана без присутствия моих адвокатов. Его слова были следующими. «Если ты обнародуешь мои действия в ходе расследования в средствах массовой информации, интернете или социальных сетях, не обижайся. Будь уверен, что независимо от того, где ты находишься, в СИЗО или в другом месте, я тебя достану и перекрою кислород. Откажись от своих адвокатов, я найду тебе другого адвоката». По его словам, уголовное дело в его отношении возбудили незаконно. Джо Марта Карабаева обвиняют в призывах к активному неподчинению законам требования представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывам к насилию над гражданами. Бывшего сотрудника Академии наук задержали после того, как он сообщил на суде над писателем Олджабаем Шакиром о том, что силовики давили на него, вынуждая предоставлять ложные политологические заключения по поводу публикации в социальных сетях от оппозиционных активистов. Власти Узбекистана на пять лет запретили таджикистанскому журналисту въезд в страну. По словам Шеврони Умредина, он узнал об этом, когда проходил проверку на границе, когда собирался выехать в Самаркан для лечения дочери. Узбекистанские пограничники продержали его на КПП три часа, а затем объявили, что в Ташкенте приняли решение о запрете въезда в страну. Шеврони Умредин заявляет, что узбекистанские власти приняли такое решение из-за сюжета, в который готовил журналист. В одном из них рассказывается об активистах и ситуации с таджикским языком в Самарканде и Бухаре. Умредин также рассказал, что узбекистанские пограничники упоминали еще два репортажа из Узбекистана, отношения к которым он не имеет. Таджикистанский журналист говорит, что последние две недели он пытается получить официальное письменное разъяснение о причинах запрета на вес в Узбекистан, однако ни в одной из стран ситуацию официально не комментируют. Корреспонденты радио «Узуди» связались с посольством Таджикистана в Ташкенте. Там нашим коллегам заявили, что рассматривают этот вопрос, но каких-либо подробностей не сообщили. В Байсунском районе Узбекистана снова произошла авария на газовом месторождении. Погибли четыре человека. В скважине возобновилась утечка сероводорода. Информацию об этом в газете «Уз» подтвердил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзот Асадов. По его словам, Шавкат Мерзьёев получает информацию о ситуации в реальном времени. По словам Асадова, погибшие – сотрудники подрядной организации, которые работали на месторождении. Их личности установлены, имена пока не сообщаются. О четырех погибших узбекистанцах газете «Уз» сообщили несколько источников в Байсунском районе, в том числе сотрудники больницы. Позже эту информацию официально подтвердили в администрации главы государства. Журналистам также известно о нескольких пострадавших. Они обратились за медицинской помощью. В Ташкенте накануне провели брифинг для прессы и рассказали о том, что на место ЧП отправились руководители ответственных министерств и организаций. Помогать им будут зарубежные специалисты. Об устранении аварии узбекистанские чиновники отчитались всего несколько дней назад. Тогда власти страны заверили, что процесс глушения скважины завершен. Аварию на газовом месторождении специальные службы пытались устранить около двух недель. За это время власти эвакуировали часть местных жителей. При этом оставшиеся в населенных пунктах узбекистанцы жаловались на ухудшение здоровья. В больницы регулярно привозили людей с признаками отравления. При этом в первые дни в правительстве не делали никаких официальных заявлений на этот счет. Субтитры создавал DimaTorzok